Проголосовали. Три недели подряд в Верховной Раде рассматривали судебную реформу и сегодня, наконец, дошли до финального голосования. Изменения приняли. Вслед за этим, нардепы приступили к пенсионной реформе, но обо всем по порядку. Как голосовали избранники, о чем спорили на утреннем заседании, как нажимали на кнопки, дали в материале. Третья неделя рассмотрения одного единственного законопроекта судебной реформы вышла на финишную прямую. К утру осталось поправок на несколько часов и рвение двух фракций. Самопомощи и Батьковщины рассмотреть все до конца. Сейчас идет чистка, приносядно, тех статей, которые не дают возможность правоохранным органам сделать свою работу. И те правки, которые обмеживают право граждан, вертаться в суды, фактически, зупинены. Я думаю, это уже невеликая, но победа в рамках сегодняшнего дня. Розгляд и сам закон про так называемую судовую реформу, где вносятся изменения до 20 законодавших актов и четырех кодексов, это приклад того, как повертаются в жизнь ганебные нормы, ганебного вплива прокуратуры на судовый процесс и полная непрозорость в судовый процесс страны. А вот коалиция в полупустом зале больше ждала парламентской мобилизации, когда дойдет черед до окончательного голосования. Мы держим кулаки, мы должны сдавать саботаж этих народных депутатов и ухвалить эти в край важные законы. Что мы не собираем на повторный друг, тогда вся судовая реформа накрылась медным тазом. Суды-коррупционеры довечно остаются на своих посадках, довечно, и уже никто их здесь не сковернет. Никакой единой судовой практики ничего не будет. После обеда народных избранников в зале стало больше. Рассмотрели все поправки и быстро, пока депутаты в сборе стали голосовать за реформу. 234 голоса за судебная реформа в итоге принято. И тут же немедленно ордебы перешли к другой. Это была тяжелая трехтижневая работа, коллеги, но мы смогли выйти на позитивное голосование, что для нас отрывает шлях для перехода до пенсионной реформы, коллеги. Еще утром депутаты были настроены работать до последнего. Мы готовы работать без переговора и в ночи, пока пенсионная реформа не будет принята. Про эти реформы люди кажут наступно. Под тиском Международного валютного фонда проводится операция по скорочению населения Украины. Тому, кто не знищит пенсионная реформа, медичная добьет точно. Судячи с показниками бюджета, главный приоритет уряду на наступный год утриматься на посадах, спираясь на силовиков. Наполягаемо негально заслухать звит уряду, разглянувши программу по выходу с кризи, в новом бюджете наполовину скоротить вытраты на силовый блок и направить эти деньги на поддержку учителей, медиков и пенсионеров. Но вместо Кабминовского отчета в парламенте один министр соцполитики до реформы, которую долго обсуждали и в Кабмине, и в Комитете. И благодарность за возможный успех стали раздавать авансом. Планувалось с 1 жовтня сделать перерахунок пенсии за использованием прожиткового минимума 1312. За пропозициями фракции, фракции Олега Ляшка, врахована показник 1452 гривни, а это уже не на 61 гривню увеличения, а почти на 140. Фронтовики обещают поддержку реформы, тем более их депутат во главе профильного комитета. За пенсионную и в БПП. Не исключено, что голоса даст самопомощь и другие фракции. Что до повышения пенсии. Люди голосуют, потому что морально чувствуют ответственность в частности людей, что нужно поднять пенсии. Это правда. Это, что это происходит на 30% меньше, и происходит за счет будущих поколений. И в этом, фактически, есть, ну так же, знаете, возникновение интересов. В этом есть трагедия этого закона. Есть проблемы сегодня с пенсиями? Есть проблемы. Я не думаю, что вы найдете ни одного пенсионера, который сегодня с удовольствием с удовольствием пенсии. Ну, по-перше, это не пенсии, это помощь от государства. По-друге, есть проблемы сегодня в пенсийном фонде? Есть проблемы. Потому что сегодня, можно так сказать, дефицит, или дырка, 140 миллиардов гривен. Мы уже давно приняли решение поддерживать эту реформу. Мы, я считаю, ее отработали. Рассматривать реформу решили, не перебиваясь на обед. Минимальное количество нардепов все же проголосовало за увеличение рабочего дня. Правда, объявить перерыв на 15 минут все же пришлось. В ради запахло паленым в прямом смысле слова. Вызвали пожарных. Как оказалось, в одном из пультов нардепов произошло замыкание. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Вадим Ревун. Подробности, телеканал Интер. Ну, а что касается пенсионной реформы, какие аргументы звучали в зале, насколько спорным было обсуждение как прошло голосование. Все узнаем у Ольги Теребинской. Она следила за событиями в Раде. Оль, здравствуй, расскажи, кто был за, кто против и каких изменений в пенсионном законодательстве стоит ждать. Да, здравствуй, Катя. Примерно 4 часа без перерыва. Верховная Рада рассматривала поправки к пенсионной реформе. Изначально их было больше 2000, но поскольку радикалы свои полторы отсеяли, осталось около 600. Оппозиционеры сразу же заявили, голосовать за эту реформу не будут. Ценный блок не будет голосовать за эту пенсионную реформу. Потому что урядовая пенсионная реформа это бартер, при котором Кабмин за 2 миллиарда транша МВФ рассчитывается действующими, самая будущими украинскими пенсионерами. Это сутильный обман и никаких покрашений и никаких вырешенных вопросов вы не отримаете. Ближе к концу заседания в зале появился премьер-министр Владимир Гройсман. Он попросил депутатов серьезно отнестись к голосованию, ведь это исторический для Украины момент. Шановные, дорогие коллеги, народные депутаты, я думаю, что сейчас мы с вами приймем по-справжньому историческое решение про установление правильной пенсионной системы в нашей стране. Это ответственное решение даст возможность уже в жеветне месяце не менее 9 миллионов украинских пенсионеров подвищать пенсии так, как мы обещали. Поэтому я прошу каждого, буквально каждого депутата отдать свой голос. 288 голосов за и реформа принята. Кроме оппозиционеров, реформу не поддержала Батькивщина и Самопомич. А вот Народный фронт и БПП голосовали почти полным составом. Мы сегодня достигли, что 10 миллионов наших граждан отримают подвищение пенсии. Не меньше, чем 140 гривен каждый человек отримает. А если она работала больше, и заработная плата у нее была больше, она отримает больше пенсии. Вот это кто-то отримает и 3 тысячи, и больше пенсии, а кто тысячу. Мы, главное, не изменяем систему отримания пенсионеров. Мы не запровадживаем, как это и в большинстве краин, другий накопичивальный рейд. Сегодня подвищение, которое безумовно потребует действующим пенсионерам, происходит за счет того, что новые пенсионеры отримают меньше. После принятия пенсионной реформы депутаты рассмотрели и связанный с этим законопроект. Он предусматривает, что расходы из пенсионного фонда передаются в госбюджет. Поддержали этот документ 255 депутатов. Владимир Гройсман поблагодарил всех за поддержку, после чего спикер закрыл заседание. Студия. Оль, спасибо тебе за детали. Ольга Теребинская была на связи со студией с подробностями принятия пенсионной реформы.